привет друзья с вами варчик продолжаем рубрику лучшие танки и в этот раз мы посмотрим на девятый уровень я назову лучшие танки всех классов техники пт ст лт тт все как и в прошлом видео только в этот раз мы будем смотреть на 9 уровень в прошлый раз мы смотрели на 10 если кто не видел прошлое видео с девятым уровнем все намного сложнее чем с десятым если на десятках есть танки которые очень сильно от всех отстают и есть танки которые очень сильно от всех отрываются по своей эффективности то вот на девятом уровне отстающих танков практически нет основная масса всех классов техники держатся очень плотно и единицы танков слегка отрываются вперед. Поэтому время от времени любой танк 9 уровня хвалят те или иные игроки World of Tanks. Таких игроков World of Tanks глупыми не назовешь. В каждом есть доля истины, поскольку 9 уровень самый сбалансированный в игре и наверное один из самых приятных для того, чтобы поиграть в эту игру. Но давайте посмотрим, какие танки выделяются на фоне всех остальных. Допустим, ПТ-САУ 9 уровня. Все ПТ 9 уровня держатся очень плотно друг у друга по статистике и никакая из них не выделяются, кроме двух. И обе эти ПТ-шки примерно одинакового геймплея. Единственное, что орудия у них разные. Одно орудие про Альфу, а другое про ДПМ. Конечно же, это Торт и Т95. Обе эти ПТ-шки страдают от того, что их пробивают в лючок и обе они никуда не успевают медленно едут. Обладают хорошей броней, хотя на самом деле Торт голдой пробивается порою очень легко. А вот в Т95 все равно нужно попадать в зимой зоны. Хоть чем бы ты там стрелял, голдой или не голдой. Но у Т95 так легко пробиваются катки с уроном, что там буквально 165 миллиметров брони, если мне память не изменяет. И это пробивается любой парашей, которая встречается против Т95. Но по статистике эти танки немного отрываются от остальных. Но я бы не сказал, что остальные ПТ гораздо хуже. Просто видимо основной массе танкистов на этом легче реализоваться, поскольку оно типа бронированное и не сложно на нем набивать урон. Но лично от себя я выделю только одну ПТ 9 уровня. Я не буду вообще полагаться на статистику серверную или еще какую-то. лучшая ПТ 9 уровня, которую я вам рекомендую. Это Яхтигр 9 уровня немецкий. В нынешнее время любой уважающий себя статист уже попробовал покатать на этой телеге и в основном все показывают средуху в районе 5000. ПТ-шка отличается скудной броней, но великолепным орудием. С превосходным пробитием, хорошей точностью. Единственное, что перед выстрелом желательно свестись. Это не сильно приятное занятие на этом танке. Но урон набивается колоссальный. Понятное дело, что этот танк реализовать будет сложнее, чем какой-нибудь торт или Т95. Поэтому для подпивковичей я рекомендую торт и Т95, что и показывает серверная статистика. Но от себя, для игроков, которые хотят играть хорошо, стремятся и развиваются в скиле для статистов, я рекомендую Яхтигр 9 уровня. И уже начиная с ПТ-шек, мы сразу спотыкаемся об трудности рекомендаций на девятом уровне. Здесь очень сложно, недовольных будет много, поскольку есть два танка, которые выделяются по серверной статистике и есть один танк, который выделяют статисты. А все остальные танки на девятом уровне ПТ, они очень плотно друг к другу находятся по статистике, практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное, что у них у всех разные параметры и разный геймплей. По сути, если вам нравится любая другая ПТ-9, вы на ней хорошо играете, то в этом странного ничего нет. Поскольку они все норм, дальше переходим к тяжелым танкам. На девятом уровне среди тяжелых танков, в принципе, борьба и конкуренция тоже довольно-таки плотная. Есть два танка, которые очень сильно отстают, прям заметно выбиваются в самое дно. Тайп 4 Хэви и Объект 2.5.7, они находятся глубоко в попе. Остальные танчики, в принципе, держатся очень плотно, что значит, на всех на них, в принципе, можно играть. И хороших тяжелых танков на девятом уровне, на самом деле, очень много. И все они на вкус и цвет очень разные. Сильнее всего среди них выбивается Концепт 1Б. Новый акционный танчик, который получить могут далеко не все. Он очень быстрый, с офигенной пушкой. Единственное, что он страдает так себе броней. Самый сильный прокачиваемый танк девятого уровня, тяжелый, это Эмиль 2. По статистике он крайне силен. Я не так давно брал на нем три отметки. Мне очень сильно понравилось на нем играть. Это реально великолепный танк. Это то же самое, что и Кронваген, только на девятом уровне. Немножко у него параметры похуже. Та же самая крепкая башня, тот же самый барабан, хорошая альфа, хорошая перезарядка. Танчик реально классный. Также на девятом уровне очень хорош новый чехословацкий тяжелый танчик. ТНХ ТВЗ-51. У него, в отличие от десятки, лючок поменьше, и от башни он играется довольно таки хорошо. Имеется и цикличная пушка, и барабанная. В основном, конечно же, все катают на барабанной. Если вы не знаете, как на внешний вид отличать эти орудия, когда вы встречаете врага на таком танке, если у орудия есть дульный тормоз, то это цикличная пушка. Если дульного тормоза нет, это просто прямая труба, то это барабанное орудие на два снаряда. Так, чисто минутка полезной информации, чтобы вы знали, на какой пушке враг играет. Танчик быстрый, с прикольным орудием, в принципе кайфовый. Не зря у него очень хорошая статистика. Ну и еще один отличный танк, это французский тяжелый АМХ М4 МЛЕ-51. Очень хорошая броня во лбу. Приятная отличное орудие. На нем играть крайне легко. Единственное, что не всегда хватает у Венов из-за того, что танк очень сильно высокий. Из-за чего придется на нем заново учиться играть, чтобы привыкать к его габаритам. Поскольку на тех позициях, где вы всегда находитесь, этот танчик будет себя чувствовать немного по-другому. Но танк очень сильный и интересный. Это те четыре танка, которые очень сильно выделяются. Они реально классные, офигенные. За них я ручаюсь. Это реально бомба. Но есть еще танки, которые немножко от них отстают и немножко отрываются от остальных. Они просто достойны упоминания, чтобы вы в комментариях не писали, а чего ты про них ничего не сказал. Это, конечно же, Conqueror, который, на мой взгляд, по броне уже реально, ну вообще никакой. Но орудие по-прежнему у него офигенная. Е-75, который по броне тоже просто дыра. Ноль брони в крыше башни. НЛД здоровенная. И в целом он пробивается не так уж сложно. Из-за чего этот здоровенный медленный сарай играется как-то угрюмо. Но по остатке он неплохой. Орудие все-таки у него кое-какое имеется. В целом танк, грубо говоря, в балансе, но не самый приятный. Также AE Face 1, который с полевой модернизацией и фиолетовой турбиной превращается просто в невероятную сильную колесницу богов. Мне этот танк понравился. Ну и объект 777 вариант 2. Грубо говоря, это недооцененный хороший танк девятого уровня. Достойное пробитие как для девятого уровня. Альфа. Да, пушечка корявенькая. Во лбу брони не так уж много. Но это все чепуха. И эти все параметры абсолютно не важны. Поскольку у этого танка очень простой и понятный геймплей. Это танк ближнего боя, в котором он должен играть, танкуя бортом. Все. Если вы становитесь и прячете за стеной, скалой, зданием, чем угодно, за трупом, прячете свое лицо, танкуете бортом, вы даете по КД в ближнем бою свою альфу, то в таком случае вы поймете, почему этот танк действительно сильный и хороший. Остальные танки немного отстают по статистике, да и в целом явно они устарели. По сравнению с этими новыми сильными офигенными танками. Средние танки девятого уровня. Здесь все то же самое. Основная масса СТ-шек девятого уровня, они практически все показывают одну и ту же серверную статистику. Они все примерно одинаковой силы, просто с разным геймплеем. Но есть СТ-шки девятого уровня, которые выделяются на фоне остальных. Акционный компанзер 50Т, немецкая СТ девятого уровня, которая обладает хорошей лобовой броней, грубо говоря отсутствием лючков в башне. Но имея хорошее пробитие, можно просто пробивать в лоб башне. Но в целом башня все равно крепкая. Единственное чем страдает этот танк, это не сильно большая альфа и посредственный ДПМ. Но за счет хорошей лобовой брони, отсутствия визуально какой-либо вывеземой зоны, танк показывает хорошие результаты. Следующий хороший танчик на девятом уровне, это конечно же Е50. И следом за ним впритык идет Леопард ПТА. Что Е50, что Леопард обладает офигенным орудием. У Е50 пробитие так себе, грубо говоря пробитие как на восьмом уровне. Но стабилизация и точность просто великолепные. Очень приятно и классно стрелять. Танчик позиционируется как типа бронированный, с большой массой, хорошо таранит врагов. Толстой жирной гусеницей можно потанчить бортом. Но на самом деле, если встречать его в чистом поле, пробивается он крайне легко. И примерно 250 пробития достаточно, чтобы пробивать его не каждым конечно выстрелом, просто в ВЛД. Если пониженного пробития не будет выдавать ВБР, то этот танк пробивается даже в ВЛД. Брони в нем на самом деле не густо и пробитие тоже. Поэтому просто так легко этот танчик вам не дастся. На нем реально нужно уметь играть и потеть. Что касаемо Леопарда ПТА. У этого танка пожирнее Альфа, побольше пробития. Здесь голды понадобятся намного меньше, чем на Е50. Что гораздо приятнее будет для большинства игроков. Но брони здесь практически нет. Этот танк позиционируется как мобильный и быстрый. Корпус у него ватный. Но лоб башни иногда маской краем маски что-то там отбивает. Но надеяться на это особо не стоит. Танк действительно хороший. Но не так давно его нерфили и орудие стало не такое стабилизированное и приятное. Но по прежнему сильное. Следующий хороший офигенный танк акционный это Т-55А, который можно получить за ЛБЗ. Грубо говоря это прокачанная Т-54, только Т-55А. В 55А меньше брони, чем в 54, но гораздо приятнее стабилизирование и круче орудие. Оно реально четкое, классное. С него приятно офигенно стрелять. Танк реально офигенный. Единственная проблемка конечно которая бесит это то, что он горит в лоб, как и все совки и китайцы. Ну а так танчик прикольный. Остальные танки конечно тоже неплохие, но они отстают. И либо перечислять их все, либо никого. Эти танки гораздо сильнее и это заметно. Единственное, что я бы еще упомянул Шкоду Т-50. На ней легко набивать урон. И стандарт Б, это как аналог Леопарда, только более ватный, но с барабаном. Эти танки тоже вполне себе интересные. Среди легких танков 9 уровня мне вообще невозможно ничего выделить, поскольку у них у всех по серверной статистике просто практически одинаковая цифра. Самое интересное, что на втором месте по статистике Рушка, которая на мой взгляд параша еще та. А на последнем месте ВЗ-132А, которую я тоже считаю парашей. Но цифра практически одинаковая. Но танк, который на первом месте стоит, по серверной статистике, очень сильно отрывается от всех остальных. Причем по параметрам это просто обычная ЛТшка, которая ничем не выделяется среди остальных. Почему так, я не знаю. Честно говоря, для меня все эти ЛТшки одно и то же. Единственное, кого я выделил бы среди ЛТ9 лично для себя, или от себя, это АМХ-1390. Девяностик может и пассивно постоять, посвятить. Из барабана тоже урончик набить на нем можно. А вот на всех остальных ЛТ играть явно будет сложнее. А на первом месте британский G-SOR 3301. Он очень сильно от всех отрывается. То ли мне надо его купить и проверить, почему. То ли я фиг знает. Но по статистике он очень сильно отрывается. Ни один танк, ни одного класса техники так сильно не отрывался, как этот. Такое ощущение, как будто бы все говно, а он Д'Артаньян. В общем, с ЛТшками, честно говоря, сложно. Для меня лучшая ЛТ9 это 90. Второй выпуск с лучшими танками 9 уровня для меня был очень сложен, поскольку этот уровень можно назвать реально сбалансированным. И также еще можно назвать его приятным, для того, чтобы поиграть в эту игру. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.